всем здравствуйте меня зовут дарья и я понимаю что формат пустых банок он уже отходит он уже не такой актуальный но что же делать если все эти банки я усердно собирала и хотела вам про них рассказать и хотела вам их показать поэтому если вам не интересно то вы уже сейчас можете закрыть это видео и посмотреть какие-нибудь другие более интересные видео на моем канале а если вы все таки останетесь со мной то буду рада вам показать чем я пользовалась в прошлом году в качестве ухода за лицом и за кожей вокруг глаз вот вы сейчас видите все баночки которые у меня вот я нашла и досталась часом показываю но не все эти банки были мною использованы в качестве уходовых банок и сейчас я вам объясню почему вот ну начну наверное с крема от лореаль вообще насколько вы можете видеть то практически 70 процентов если не 80 у меня это корейская косметика корейский уход ну что же делать если корейский уход я люблю и для меня он и на сегодняшний день остается одним из одним из самых эффективных вот но и другие бренды другие страны я тоже начинаю пробовать внедрять свой уход и сегодня хочу вам вот сейчас показать что у меня закончился крем от лореаль вы могли видеть его в моем видео прошлогоднем где я рассказывала о своей ежедневной рутине зимний этот крем мне очень подошел у этого крема одно несомненное преимущество то что его можно купить в любом магазине он до сих пор продается и крем восполняет пересушенную кожу он ее питает напитывает я бы сказала и вот за счет этой напитанности кажется что лицо становится более свежим кожа мы лучше дышит и макияж ложится довольно таки неплохо после этого крема в общем могу его рекомендовать барышням за 35 лет он прекрасно распределяется он быстро впитывается и кожи после него очень комфортно крем я конечно повторять не буду но если вы хотите начать знакомство с этим брендом то я думаю что стоит начать как раз вот с этого крема если вам больше 35 лет то пожалуйста попробуйте и мне кажется что вам должно понравиться а следующий крем даже не кремом бальзам это бренд вели вели вот такая желтенькая баночка бренд основном 2015 году но к сожалению в россии он не получил достаточного распространения но тем не менее он у меня был и стоит о нем рассказать это был даже не крем это был бальзам на водной основе и он по консистенции был такой гелевой наверно текстуры и немножечко даже тягучий тягучую консистенцию имел и с легким таким нежным желтым цветом вот какая-то не совсем приятная для меня была душка в этом креме бальзаме но по качеству я не могу сказать что он прям такой плохой бальзам в принципе он достаточно быстро впитывался и вот после впитывания он надолго сохранял блеск естественный блеск кожи то есть не жирный а вот видно было что кожа как бы увлажнена ухожена и его знаете такой ухоженный блеск когда ты вроде как ничем не пользуешься но кожа прям блестит здоровьем вот такой же был блеск и после этого бальзама но я не думаю что кто-то будет заказывать этот бальзам специально вот поэтому много про него рассказывать наверное нет смысла но еще как бы такой небольшой лайфхак ему можно использовать как супер гидротирующую маску этот бальзам и он также будет работать рекомендую если захотите попробовать что-то новенькое дальше крем покажу вот в такой баночке такая стеклянная тяжелая банка бренд называется вел дерма странно сложно поймать вот так вел дерма и он показался мне одним из самых странных средств которые у меня были он очень жирный хотя я бы даже не сказала что он жирный а еще я заметила такое если намазать на голую кожу то он впитывается примерно за час очень долго и лицо все равно блестит как очень жирная он создавался такую пленочку на коже такое ощущение что кожа как будто потеет под ним и я не смогла им пользоваться как уходовым средством и использовала его как в качестве массажного средства последующий крем о котором хочу рассказать это вот такая сиреневая баночка бренд touch and soul тоже относительно относительно новый бренд на рынке кей бьюти увлажняющий гель-крем с тройной гиалуроновой кислотой и вообще таким интересным составом мне понравилась его баночка я питая склонность к таким нежным цветам к таким нежным баночкам вот внушает доверие вот но сам гель-крем он был таким немножко силиконовым и я тоже мне было тяжеловато им пользоваться тем более что момент использования выдался как раз на летний период и я тоже этот крем-гель извела в качестве лимфодренажного массажа вот и здесь он довольно таки неплохо себя показал дальше давайте покажу вам он самым странным сейчас с вами поделюсь потому что самым наверное лучшим самым ну эффективным не забивающим поры увлажняющим разглаживающим морщины кремом оказался вот этот не корейский крем как ни странно а вполне себе европейский французского бренда clorans у меня крем для всех типов кожи такой же есть для сухой для сухого типа кожи и есть такой же с spf фактором но у меня были пробники на все три версии и вот этот показался самым легким самым насыщенным и самым эффективным крем со спиев он был тяжеловат крем для сухого типа кожи но тоже что-то мне там не понравился общем мой выбор пал на крем для всех типов кожи и вот с этим кремом сложилось все я мазала его на лицо на шею на декольте эффект просто обалденный он быстро впитывался и по по эффекту по эффективности я видела что вот эффект просто такой увлажненной напитанной кожи кожи плотненькая ухоженная сейчас вам покажу как а у меня даже немножко осталось я хотела вам показать консистенцию вот и и цвет у него классный и отдушка у него классная в общем сейчас я буду его хвалить единственное что у него не классная это цена на 3 600 по моему он стоил мне на скидках но по эффекту я бы его с удовольствием повторила и очень буду всем рекомендовать вот если ищете хороший базовые увлажняющий подтягивающий крем то обратите внимание вот на этот крем от clorans еще один крем у меня был вот в такой вот интересные упаковки хотя я предпочитаю всегда баночки откручивающиеся но так как очень много в сети было положительных отзывов на этот крем это бренд было монстр то я решила его попробовать крем сейчас наверное я не смогу показать консистенцию потому что у меня закончился да никак не выдавливается в общем крема антистресс крем для поврежденной кожи крем для которая болеет которая болит которая плохо которая горит как как в огне в общем этот крем он является таким супер успокоительным кремом и самое интересное что корейцы вот они вообще молодцы они постоянно что-то новенькое пробуют какие-то новые составы новые ингредиенты и вот в этом креме используются масло семян моркови вот и он даже в простонародье простонародье так называется морковный крем от было монстр в общем крем достаточно интересный и попробовать мне его было интересно знакомство у нас прошло легко и тоже могу вам его рекомендовать потому что после него кожа становится такой очень комфортной такой матовой мягкой в общем крем довольно таки неплохой следующий крем который вот тоже только-только у меня вот этой осенью закончился это бренд i'm from могу крем это тоже довольно таки популярная марка в россии тоже до этого показывала абсолютно какие-то незнакомые бренды но вот этот бренд он в россии по крайней мере намного больше известности получил я его часто вижу в инстаграм рассказывают про эти кремы у меня этот крем ну прям не так чтобы мы с ним подружились он у меня был я брала его на летний период и закончила его уже по осень так вот на летний период он прямо идеально подошел он такой не сказать чтобы легкий но гелевый насыщенный и очень хорошо боролся со всеми шелушинками со всякими какими-то без проблемами в плане обезвоженности вот он куда-то съехал простите съехала картинка вот такая небольшая баночка вот так он вот видно немножко осталось у меня вот куча полезности в этом креме но единственное что для меня он как летний крем подошел потому что вот по осени уже когда стало холоднее стало нужно более такая тяжелая уже артиллерия нужно уже защита побольше да то но этот крем он уже перестал справляться с защитой с напитанностью вот и мне пришлось побыстрее его закончить то есть вымазывала его на шею на декольте чтобы он закончился потому что как бы у меня уже был зимний уход готов нужно было уже переходить на более плотный крем вот ну наконец-таки я его закончила знаете повторять я не хотела бы его потому что но скажем так стандартный крем ничего прямо такого он делал экстраординарного ну слава богу что хуже не было это тоже я считаю какая-то заслуга крема то что он не делает хуже вот поэтому крем легкий но больше наверное посоветую посоветую его для обладательниц жирной кожи попробуйте в принципе бренд интересный но мне кажется что все таки шума вокруг него гораздо больше чем он того стоит вот если интересно можно попробовать еще один гель-крем у меня был от бренда скиник тоже этот бренд и известен тоже видите известен в россии вот тоже но я точно знаю что этот бренд он продается даже по-моему на вайл берется он продается вот этот гель-крем меня прямо не то чтобы зацепил а он у меня даже остался видите вот вот такой гелевой текстуры нежно-розовенький пахнет цитрусом приятно но оказался не совсем моим вариантом потому что увлажнял он ну так посредственно то есть даже моей сухой кожи даже в летний период не хватало увлажнения несмотря на то что у меня из этой линейки был и ампула была и тонер был то есть вот сам по себе крем работает слабо но если подключать тонер если подключать ампулу дополнительно то конечно эффект будет вот он такой гелевый нежненький распределяется легко с небольшой такой скользкостью вот наверное больше подойдет жирному типу кожи как-то у меня не то чтобы там какие-то восторги от него остались вот даже то что он у меня остался в баночке тоже о чем-то говорит для меня не самый рабочий бренд скинет поэтому как-то дальше пробовать этот бренд мне не хочется сейчас что у нас еще с кремом для лица а вот крем кроха детский крем российского производства крем с маслом кедровых орехов я его беру детям на такой зимний период но с удовольствием пользуюсь им сама потому что крем прекрасно защищает кожу от обветривания а если уже что-то появилось вот какие-то неприятности вызванные как раз внешними факторами то этот крем он неплохо справляется он убирает все шелушения убирает зуд вот убирает все последствия холодовой аллергии если таковые есть и кроме того для детей очень так хорошо подходит поэтому такой неплохой крем по моему любой аптеке продается в россии могу рекомендовать вам его а еще один крем еще один крем для лица это вот вот такой интересный бренд он тоже на какой-то волне хайпа и популярности пытался выехать у нас в россии но если брать мои впечатления бренде на основе этого крема то я бы не дала высокую оценку вот данный крем он кислотный до основной состав у него бетаин салицилат 0 5 процентов гликолевая кислота один процент и смотрите запатентованный комплекс бодека 0 5 процентов вот этот комплекс на который я делала ставку он ну совершенно не сработал я понимаю что это не витамин c это не ретинол чтобы он работал как прям супер там какая-то кислота супер был антивозрастной подтягивающий или убирающий там шелушение до стирающей морщины но по крайней мере он должен хоть что-то был сделать вот этот крем он является ночным кремом из его нужно использовать для пилинга после тонера для удаления мертвых клеток вот много разных интересностей в составе много разных экстрактов вот по ощущениям он такой силиконистый гелевый вот у меня его довольно много осталось потому что я просто не видела смысла для себя пользоваться таким неэффективным кремом поэтому осталось очень хорошо вот смотрите какой он немножко силиконистый но в принципе он довольно приятно распределяется по лицу и быстро впитывается вот то есть каких-то тактильных впечатлений неприятных у меня не было но эффективность нулевая вообще ничего не делает поэтому этим мне не понравился и я думаю что корейцы вот в кислотах к сожалению разбираются мало хотя нет у меня был была эссенция тоже от айопа кислотная с молочной кислотой и она примут вообще шикарно сработала то есть но этот крем я не буду рекомендовать на мне он к сожалению не сработал поэтому если вы ищите какой-то качественный работающий крем кислотный пилинг то в сторону вот этого крема даже не смотрите он не работает так сейчас я вытру его с руки и покажу вам а вот еще у меня остался у меня осталось два крема это крем для крема для век оба вот и первый с орхидея бренда nisfree но это всем знакомый крем выпускается линейка давно есть дневной крем для лица есть ночной крем для лица вот у меня крем для век и знаете он такой не скажу что перри чересчур питательный но если его наносить там плотненьким слоем может даже наслоить то на утро кожа под веками такая плотненькая напитанная вот в принципе ничего плохого 30 миллилитров как бы объем большой хватает надолго и крем кроме того он позиционируется как раз для от первых признаков старения но этот крем он для ну не скажу что там для кожи под 40 лет вот если вы регулярно там колите себе филлеры или что-то еще подкалывать в глазки то может подойти вот но если ничего не колите хотите какой-то эффекту нужно чтобы кожа была хотя бы там 30 плюс минус лет тогда он сработает нормально вот и еще один крем у меня это лоджик у вас же кель по моему так читается этот бренд вот он вот крем для век против морщин крем который абсолютно не сработал несмотря на эффективную лифт дерм 10 процентов форму и аденозин есть составе который кстати работает как антивозрастной но этот крем вообще никакой такой настолько пустышка что я даже не ожидал я не ждала выраженного анти-эдит потому что ни один крем не справится с имеющимися морщинами но и такой пустышки я не ожидала он как бы не лежит пленкой да по ощущениям но что-то как будто не до конца впиталась вот такое ощущение присутствует очень легкой легчайшей текстуры вот легко распределяется но после того как впитается кажется что все у вас ничего нет никакой не защиты никакого питания просто сухая кожа под глазами абсолютно не рекомендую не самое лучшее вложение 44 долларам если хотите попробовать поэтому ну совсем не рекомендую единственное что удобно для меня было это его вот такая упаковочка которая бесконтактным способом позволяет выделить количество крема вот ну вот девчонки рассказала вам про все что чем я сама пользовалась что у меня было в использовании если вам что-то интересно можете добавить если у вас тоже были в использовании эти продукты я всегда рада вашим комментариям всегда рада чему-то новому узнать что-то новое вот поэтому с удовольствием на все ваши комментарии отвечу все прочитаю вот а я с вами прощаюсь слишком большое видео и так уже у нас получилось и я с вами прощаюсь до следующего видео всех люблю всем пока пока